Продолжение следует... Давайте познакомимся, о каких трёх людях идёт речь. Это Франческо Виллардита, Матей и Леонардо Чайкёр. Три основателя линии неаполитанского фехтования. Калабрия, Кампания и Сицилия. То есть весь юг Италии. То есть Неаполь, Калабрия и Сицилия. Итак, это Франческо Виллардита. Вот книга о Франческо Виллардита. И в этой книге очень много про Чакио. И в этой книге ничего не сказано о Матее. Почему? Потому что о Матее мы будем писать отдельную книгу, которая называется «Король обмана». Но сначала надо разобраться с этими тремя красавцами. Итак, Франческо Виллардита. Самая загадочная личность из трёх. Создатель Калабрийской нандрамы. И в этой книге вы как раз попадёте в сказочный мир создания этой организации. «Матей» — лицо, обособленное, ни с кем не общающееся, закрытое в своём мире и, по сути, своей лицо, которое создало полярмскую мафию. То есть это лицо — это тот, кто создал мафию. Об этом вообще будет отдельный разговор. Потому что организации на друг друга не похожи. Как же так? Почему? Они же вообще, если создавать, то что по единому крышу. Но все организации отличаются друг от друга. Даже стилем фильтрования. У каждой свой стиль фильтрования. В соответствии с теми задачами, которые перед организацией стоят. Понимаете, да? У каждой организации свои задачи. И даже воинская система собственная. Лично, персонально. Этой организации, принадлежащей и выполняющей те задачи, которые перед ними стоят. Третий — Леонардо Чакио, создатель Каморы. Хозяин Каморы. И первое, с чего бы нам надо бы начать, это с понятия, что такое «Анудранг» — это как это переводится. Это немецкий язык, это иидыш. Она переводится на русский язык следующим способом. Круг, из которого нет выхода. Из этого круга выхода нет. А Камора — это другая структура, и у нее есть свой перевод. Камора — это тайное знание о владении клинковым оружием. И вот в этой книге есть фрагмент, строчка, где молодой рыцарь в субботу, пришедший на остров, в общество чести, перед ним открылся светлый замок. И там была дева, которая вручила ему стилет и Камору. То есть тайное знание о владении клинковым оружием. Камора — это знание о владении оружием. То есть, по сути, Каморист — это человек, который знает секреты владения оружием. Так, как не знает его никто. А вот мафия — это очень странное слово, которое здесь никто что не употребляет. Даже не знает, что это такое. И когда вы будете спрашивать про мафию, это только журналисты и экзотированные дамочки. Фотографы или кто-нибудь еще вам будут кричать про мафию. Определенные вещи. Всегда. А на самом деле никто, в общем-то, слово «мафия» не употребляет здесь. Никто не знает, что это такое. Для них это общество чести. Для них это общество чести. И почему так? Об этом знают Матей и еще несколько людей, но их давно нет в живых. Но мы до этого с вами доберемся. Вот три брата, три испанских рыцаря. И почему их три? Ребята. Ну почему же их все-таки три? А почему их не пять? Почему их не два? Да дело в том, прототипологическое приведение, что для того, чтобы сформировать ребенку составной прототип с детства, необходимо три вот таких вот дядьки. Понимаете? Вот здесь стоит три человека. Вот здесь. Их трое. Чакё, Матей. И у всех организаций составной прототип, составной прототип идентичный. Тем они похожи между собой, совершенно одинаковым составным прототипом. Но все остальное у них что? Разное. А составной прототип один и тот же. Мы дойдем до каждой организации, до системы подготовки и до системы обучения. Мы дойдем до каждой организации. Как они учат своих людей, что они делают для того, чтобы человек стал вот тем, кто ему нужен. И мы с вами сравним одно с другим. И даже на физических моделях. Да, в чем разница? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok